В 15 веке. И не то, чтобы последующие 300 лет про него забыли, но нужды уже такой в нем не было, потому что стали мы частью большого московского государства. Поэтому его латали, подновляли, но содержали недостаточно хорошо. И к 18 веку Кремль, конечно же, сгнил и разрушился. При Екатерине II было принято решение разобрать деревянный Кремль, а на его месте построить новый каменный. Но ведь на вятке свои порядки. Строили неторопливо. Почти 200 лет. На месте бывшего Кремля к тому времени появилось архиерейское подворье, полностью совпадавшее с границами крепости. Но новой власти, имеется в виду советской, не нужны были не только объекты культа, но и ненужные декорации царского режима. И вместе с храмами под одну гребенку попал и Кремль. Снесли все подчистую, но забыли про одну маленькую стеночку, соединяющую два дома архиерейских певчих. В советское время жители этих домов пробили брешь в стене, чтобы было ближе ходить на огороды. И получилась арка, которую они же в 80-е годы и разрушили. Сегодня волонтеры Том Сойерфеста восстановили арку. На этой стене и мы можем любоваться открывающимся через нее видом на Трифонов монастырь. Битва. Битва. Битва сезонов похудела. Этой весной вас ждет спецпроект самого жиросжигающего шоу на Первом городском канале. Самые яркие участники и всеми любимые тренеры вновь сойдутся в эпичной фитнес-битве длиной в два месяца. Смогут ли они улучшить результат или покинуть шоу на самом старте? Ждите премьеру 1 марта в 20 часов на Первом городском канале. Приготовьтесь к напряженному спортивному поединку, волнующим эмоциям и яркому возвращению легенд. Смотрите в эфире Первого городского и наших социальных сетях. Генеральные партнеры проекта – сеть фитнес-клубов «Джим Стейшн», производственный холдинг «Здраво», партнеры проекта – магазин корейской косметики «Майха Пискин», бассейн «Коралл», салон «Тай Спа» и студия точных геометрических стрижек. И гипермаркет спортивных товаров «Мегаспорт» на Ленина 134. Лечение бесплодия, ЭКО, ведение беременности. Клиника Нуреевых в городе Кирове. Телефон 8 800 243 34, а также сайт и группа ВКонтакте. Генеральный спонсор информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вираж». Комфорт, инновации, уникальность – все это фабрика индивидуальной мебели «Вираж». Мы создаем кухни и мебель вашей мечты. Наша главная миссия – делать свое дело хорошо. С любовью к каждому клиенту. Ваш «Вираж». Привет, милые зрители, в эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев. И прямо сейчас в выпуске новостей. Нечищенные крыши под пристальным вниманием уже возбуждаются уголовные дела. В поселке Восток полный мрак. В Тире появятся спецплощадки для старых шин, а строительство новых школ вроде бы идет по плану. Это субъективный взгляд на события этого дня. По моей версии, как всегда, коротко и занятно. Поехали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту упавшей на ребенка глыбы льда. ЧП произошло 28 февраля на территории школы на улице Кольцова. Восьмиклассники заинтересовались большой сосулькой, которая свисала с крыши пристроя школы. Огромный навес внезапно сорвался вниз. Одного из мальчиков придавило куском льда. 14-летний мальчик был госпитализирован в травмбольницу. По предварительной оценке, ребенок получил вред здоровью средней тяжести. Также проверку проводит прокуратура области. Управляющая компания активно готовится к весне. Их основная задача сейчас – это состояние крыш. Из-за перепадов температур сосульки и наличь могут упасть на тротуары. Контролирует расчистку крыш госжилинспекция. На счету управляющих компаний уже десятки предписаний. Сегодня госжилинспекция провела рейд про расчистки крыш. Такие мероприятия сейчас проходят регулярно. Отрабатывают жалобы людей, контролируют работу компаний. Во дворе на Некрасово сегодня расчищали крышу. Все по правилам. Территорию двора огородили. Двое мужчински дуют снег. Еще двое следят за ситуацией. Если идут пешеходы, работу останавливают. Пока нету отепель, мы работаем непосредственно по свесам. Убираем снежные свесы, сосульки. Вот сейчас началась отепель, мы встаем на полную очистку крови. Ну и сразу же после очистки крови работают трактора. В зимний период, утром, если у нас выпал ночью снег, утром трактора работают, прочищают проезды. Полная очистка с парковками совсем в течение двух суток. За качеством работ следит госжилинспекция. Особое внимание уделяют лидерам антирейтинга. Компаниям, на которые жалуются чаще всего. Пока их в списке только две. По словам начальника госжилнадзора, управляющие организации работают лучше, чем в прошлом. За дворами следят, но предписания все равно есть. За выходные мы установили 439 нарушений обязательных требований. То есть выходные проводили опять-таки осмотры, установили эти нарушения и по ним отрабатывали. Большую часть предостережений выдали по жалобам в социальных сетях. Туда кировчане обращаются охотнее. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что как раз жильцы домов не обращаются в управляющую организацию. Им проще написать сообщение в социальных сетях, нежели туда обратиться. И получается ситуация, когда мы звоним управляющей компании и сообщаем о том, что у вас есть какая-то ситуация, связанная с нарушением обязательных требований, управляющая компания просто не в курсе. И узнают это от нас и оперативно принимают меры реагирования. В инспекции напоминают, если в вашем дворе не расчищают крышу, первым делом нужно обратиться в управляющую компанию. Если организация не реагирует, запрос нужно отправить на горячую линию ГЖИ по номеру, указанному на экране. Звонки принимают с 10 часов утра до 4 часов вечера. Надежда Алюшина, Никита Возисов, информационный канал «Город». Плюсовые температуры не помогли решить проблему зауженных второстепенных дорог. На них по-прежнему трудно разъехаться. Пациенты поликлиники номер 3 жалуются, что добраться до врача можно только с трудом. Двухполосная дорога по улице Слободской завалена снежными валами с обеих сторон. На проезжей части колея и снежная каша. Следов уборки трактором не видно. Пациентов приходится высаживать прямо на проезжей части, а оставлять машину приходится на соседних улицах Горького или Маклина. В городе немало таких улиц. На второстепенных дорогах в центре водители вынуждены играть в тетрис на машине, чтобы разъехаться со встречной. Это не брак видео или монтажа. Так по вечерам выглядит поселок Восток Котельнического района. На улицах Советская и Заводская полный мрак. Взрослые дежурят по дням, чтобы встретить детей из школы. Как идти детям после школы зимой? Известно, что столбы на улицах есть, но нет фонарей. Жители обращались в администрацию поселка, но безрезультатно. Помогают решать проблему активисты Народного фронта. С мусорных площадок теперь будут вывозить все отходы, в том числе строительный мусор, ветки деревьев или мебель. А старые шины можно будет сдать на специальные площадки. Их откроют в каждом районе города. Туда водители будут привозить покрышки. Потом техника это вывезет на утилизацию. Мусорный полигон в поселке Костино работал больше 50 лет. Это самая крупная свалка в области. Ее площадь почти 30 гектаров, а высота как 10-этажный дом. За время использования свалка неоднократно горела, загрязняла воздух и грунтовые воды. Последние годы от полигона было больше вреда, чем пользы. Рекультивация этого объекта началась весной прошлого года. Ее проводят по национальному проекту «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость всех работ больше 2 миллиардов рублей. На сегодняшний день работы по формированию тела полигона и свалки объекта, оно уже завершено. Также завершены на сегодняшний день работы по исключению загрязнения подземных вод, фильтра, о котором я говорил. Работы на объекте обещают закончить уже в этом году. Сразу после ликвидации свалков Костино, как и любую другую, ждет большая проверка. Экологический мониторинг, он не останавливается только на завершении работ по рекультивации свалок, а продолжается еще. Мы наблюдаем за тем, как себя ведет объект после рекультивации на протяжении 5 лет. Смотрим, отбираем пробы воздуха, почвы, воды, и документально, объективно подтверждаем, что негативное воздействие, оно у нас сократилось или его нет. Что будет на месте свалки через 5 лет, пока неизвестно. В этом вопросе будут советоваться с коллегами из соседних регионов. В Челябинске, например, на месте бывшего полигона решили оборудовать горнолыжный курорт. По словам министра экологии, всего за этот год убрали 386 свалок. Многие из них находились вблизи садовых участков, рядом с контейнерами. Чтобы снизить количество стихийных свалок, с этого года действует единый контракт с региональным оператором. Это значит, что с 2024 года региональный оператор у нас забирает все отходы, которые лежат как на контейнерной площадке, так и рядом. Независимо от того, какие это отходы, промышленные, строительные, отходы от обрезки зеленых насаждений, автомобильной шины или покрышки. В планах на следующий год рекультивация полигона в Уржумском районе и создание проектов ликвидации свалок в Верхошижемье, Лебяжье и Арбаже. Строительство школы в Урванцево закончится в этом году. Ход работ сегодня проверила глава города. Фасад здания школы готов на 90%. Строители сейчас устанавливают кровлю над спортивным залом. Это будет школа с бассейном. Почти готовая школа в чистых прудах. На улице Мостовицкой подрядчик ведет отделочные работы и обустраивает инженерные сети. По графику идет строительство школы и на улице Рудницкого. Еще одна школа на 1606 мест появится в Слободешевеле. Проект уже готов. Сейчас он проходит государственную экспертизу. Всего в городе ведется строительство семи школ. И на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город, и новости будут. Во. Пока-пока. На площадке штаба общественной поддержки Кировской области прошла встреча с чемпионами. С гостями мероприятия встретилась Любовь Гурина, многократная чемпионка страны и победительница международных спортивных стартов. Во-первых, спорт воспитывает ответственность. Ответственность ко всему. К тому делу, чем ты занимаешься. Ответственность к жизни. Ответственность к своим поступкам. Вместе с Любовью Гуриной перед кировчанами выступили звезды спорта. Бесикли коллеги Максим Кузнецов и Станислав Перляк. Гости мероприятия задавали много вопросов спортсменам. Просили советы и узнавали ближе своих кумиров. Я пришла на встречу с Любовью Гуриной. Так как она является прославленной спортсменкой по легкой атлетике в Кировской области, я тоже увлекаюсь, занимаюсь легкой атлетикой. Штаб общественной поддержки также посетил и Александр Попов. Олимпийский чемпион легенда российского плавания. Александр встретился с руководителями спортивных школ Кирова и Кировской области, чтобы обсудить проблемы в сфере спорта. Продолжение следует... Мегаскидки в Мегаспорте Короче, международная панорама. Свежая новость практически без комментариев. Кировская область взяла культурное шефство над Нигерией и Доминиканской республикой. И в рамках культурного шефства в первую очередь кировчане организовали самое важное – кулинарный мастер-класс. Ведь всегда нужно помнить – вилка в левой руке, нож в правой. И не важно, что ты ешь. В пятницу, 1 марта, днем в Кирове пасмурно, дождь со снегом, ветер южный 2 метра в секунду, температура воздуха минус 1 градус. Ночью в Кирове пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, температура воздуха минус 3 градуса. Это третий сезон шоу «Звезда родилась» на Первом городском канале. Звезды рождаются на Первом городском канале каждую субботу. Смотри третий сезон вокального шоу «Звезда родилась» ровно в 20 часов. Вас ждут талантливые дети и захватывающее выступление. Звездное жюри, новая ведущая, яркие номера, харизматичные участники и реальные эмоции. Хлопья летят наверх, всюду магия и свет, ты че тут одна привет? Главный приз в 50 тысяч рублей от торговой марки «Вятский квас» сможет стать ключом к исполнению чьей-то большой мечты. Погрузитесь в мир музыкальных открытий каждую субботу в 20 часов вместе с Первым городским каналом. Постоянный партнер проекта и приза зрительских симпатий, обувная компания «Лель», партнер проекта компании «Пема Китс», кукольные домики для детей. Главные партнеры шоу, семейные кинотеатры «Смена» и «Дружба». 50 тысяч рублей от генерального партнера проекта «Звезда родилась» с торговой марки «Вятский класс». Вау, шок! Цена в глобусе! Горошек зеленый, кукуруза, сахарная фрау «Марта» 310 грамм, 49 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цены действуют до 3 марта. Как положено друзьям, режем цены пополам! В гипермаркете «Мегаспорт» скидки до 50%. Мегаспорт! А давайте-ка порадуем нашу мамочку и сделаем бутербродики с хлебушком раменским необычной формы от предприятия «Слободской хлеб». Наша мама будет рада! Завтрак для любимой. Приглашаем вас за вкусной и полезной продукцией в магазины и торговые сети нашего города и области. 29 марта. ДК РЖД. Легенда шансона. Группа «Лесоповал». Первый городской. Первый городской. Первый городской. Всегда вдвоем. Нормально. За побои дворнику грозит два года. Оставил вмятину на иномарке в Радужном. Попытка угона. Пикапа. И нахасанил на статью о вымогательстве. Привет, друзья! Это «Место происшествия». С вами Михаил Вагин и мы собрали для вас лучшие видео новости к этому часу. Ну а кому покажется мало, милости просим к нам в соцсети. У нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Прокуратура направила в суд резонансное уголовное дело против жителя Коминтерна Юрия Басалаева, который сбил дворника. Поводом послужило видео с камеры мобильного телефона, где пьяный мужчина напал на дворника Сергея Крюкова. Потерпевший вместе с сестрой Светланой по заданию управляющей компании посыпал песком тротуар и внезапно получил удар кулаком в лицо. Вину в содеянном обвиняемый полностью признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент прокуратурой Первомайского района по уголовному делу утверждено обвинительное постановление. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Басалаева будут судить по статье «Побои». До этого преступления его наказывали за повторное пьяное вождение. Сейчас Юрию грозит до двух лет лишения свободы. И еще о хулиганах. Перепутал припаркованную иномарку с тренировочным мешком. Неизвестный подросток в микрорайоне Радужный. Видимо, он решил показать друзьям силу своего удара. В итоге после резкого движения ногой на седане появилась вмятина и скол. Камера видеонаблюдения зафиксировала этот хулиганский поступок. Известно, что хозяин иномарки обратился в полицию, разыскивает молодого человека или его родителей. Если вы узнали этого хулигана, напишите к нам в редакцию. Две машины столкнулись сегодня днем на перекрестке улиц Советской и Карла Маркса. Больше информации об этой аварии в нашем обзоре. Это случилось сегодня днем напротив дворца бракосочетания. Столкнулись Черри и грузовик. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Вецкополянском районе завалился на правый бок водитель КамАЗа с прицепом. Это произошло сегодня утром на дороге Вятские поляны Сосновка. Пострадавших нет. В этом же районе столкнулись два автомобиля. Медиков на место происшествия не вызывали. Из-за аварии для проезда была свободна только одна полоса. Владелец Хёнды продолжает поиск свидетелей ДТП на площади Коминтерн в Кирове. Это случилось в ночь с 21 на 22 февраля. Водитель авто оставил машину у магазина. А когда вернулся, увидел сломанный бампер. Очевидца можно написать к нам в редакцию. Сергей Пичугин. Место происшествия. Мемориал Гранит. Ваш надежный партнер в изготовлении памятников и мемориальных комплексов. Ритуальный сервис имеет собственную гранитную мастерскую. Вы сможете заказать не только классические, но и оригинальные барельефные памятники, что поможет сохранить память о ваших близких навсегда. Мемориал Гранит. Эстетика, качество и долговечность. На улице производственной камера видеонаблюдения зафиксировала попытку угона. Около восьми утра мужчина с бутылкой в руке подошел к припаркованному пикапу. Он вскрыл пассажирскую дверь и проник в салон автомобиля. Потом, судя по фарам, он пытался завести иномарку, но не получилось. Через несколько минут он вышел из машины и его заметила проходящая мимо женщина. По словам очевидцев, угонщик заявил, что машина была не закрыта, а потом ушел. Владелец зафиксировал приметы злоумышленника и обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска продуктивно съездили в командировку в республику Чувашия. Там они задержали 20-летнего местного жителя, который вымогал у кировчан деньги. Он получил доступ к учетной записи и жриц любви из Кирова. Хитрец звонил клиентам и говорил, что якобы по их вине сайт интим-услуг перестал работать. Ну а далее подозреваемый вымогал у мужчин деньги, он угрожал потерпевшим расправой или шантажировал тем, что расскажет миру об их похотливых увлечениях. Один из пострадавших перевел вымогателю 15 тысяч рублей, второй хотел отдать 46 тысяч, но в итоге передумал. Сейчас по статье «Вымогательство» возбуждено уголовное дело «Ответственность до 4 лет лишения свободы». Два ножа потребовала жительница Кирова-Чепецка, чтобы доказать правоту в пьяном споре с 57-летним мужчиной. В 8 часов вечера в квартире на улице Ленина 49-летняя женщина совершила убийство. Приехавшим полицейским дама заявила, что знакомый ее побил, а она в ответ нанесла ножевые ранения. По предварительным данным, следователи насчитали на теле погибшего более 40 ранений. Женщину на время следствия арестовали за убийство и грозит до 15 лет тюрьмы. А 33-летний житель Липецкой области пойдет под суд за попытку сбыть почти 1 килограмм героина. Осенью прошлого года он ехал из Москвы в Пермь, но в Кировской области его задержали полицейские. У водителя в машине нашли тайник с крупной партией героина весом почти 1 килограмм. По данным прокуратуры, мужчина действовал не в одиночку, а в составе преступной группы. По уголовному делу Котельнической межрайонной прокуратуры утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное преследование иных соучастников преступной группы продолжается. Уголовное дело по факту попытки сбыта почти 1 килограмма героина будет рассматривать Котельнический районный суд. Если в пакете зелья было бы всего на несколько сотых грамма больше, то обвиняемого судили по пятой части статьи 228. Сбыт наркотиков в особо крупном размере. А разница есть 20 лет тюрьмы или пожизненный срок. Ну а теперь топ народных видео. Не обогнала конкурента, а получил проблему водитель Пазика на Октябрьском проспекте. Шофер пошел на обгон троллейбуса, но не учел два нюанса. Первое. Даже зимой двойная сплошная линия разметки порой предательски появляется из-под снежной каши. И второе. Сзади автобуса ехали сотрудники ДПС. Хотел уложиться в график, но заработал только штрафик. В Кирово-Чепецке едва не спровоцировал лобовое столкновение водитель грузовика. На круговом движении он перепутал направление и выехал на встречную полосу. Такого даже пересдача не исправит. В Кирове на Октябрьском проспекте очевидцы наблюдали за хитрым водителем Приоры. Он не захотел стоять в левом ряду, а объехал всех по правому ряду и выехал на перекресток. Н706РК. Привет передай. Наверное, там знак висит, что водители Приор могут поворачивать из правого ряда. Каждого лишить прав. Именно такое наказание придумал автор видео для всех участников массового нарушения на улице Лепсе. Там сразу несколько автомобилистов проехали ЖД-переезд на запрещающий сигнал светофора. Причина наверняка в сбое, либо в механизме ЖД-переезда, либо в голове у нарушителей. И на этом у нас все. С вас подписка и лайк. С нас еще больше интересных видеороликов и новостей. Если вы сняли что-то интересное, присылайте это видео нам. Вот наш номер. 8-912-827-3302. Мы ждем сообщения в Телеграме и в других мессенджерах. А также наша почта. Я пришла в компанию специалистом группы инвестиций. Решила изменить сферу деятельности. Компания пошла мне навстречу. В настоящий момент я работаю руководителем группы страхования. Придя в компанию молодым специалистом, смогла вырасти до ведущего бухгалтера. Компания дает возможности для профессионального роста. Общий центр обслуживания «Сигежа Групп» обслуживает более 60 юридических лиц по всей России. У наших сотрудников есть возможность реализовать инновационные идеи с помощью IT-решений на базе 1С и САП. В нашей команде мы будем рады видеть целеустремленных кандидатов. Право-помощник. Юридические услуги в области гражданского права. Исполнительного производства для физического и юридического лица. Защита прав малого и среднего бизнеса. Семейное право. Представление интересов заказчика в судах. Право-помощник. Казанская, 85, 2 этаж. Опис 204. Телефон 78-63-43. Любишь охоту или рыбалку? Тогда тебе в Охот Актив. Это широкий ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма. Выгодная дисконтная программа. Охот Актив. Производственная 12. Устали от кредитов? И хотите освободиться от долгов? Боитесь коллекторов и приставов? Хотите защитить близких и имущество? Быстро и законно избавим от долгов. Консультация бесплатна. Воровского 21, офис 301. Звоните 47-83-38. Меняем очки, как перчатки. Новое поступление коллекции оправ и солнцезащитных очков. Салон ВИАТ «Оптика» на Попова 4. Телефон 63-35-26. Уже совсем скоро, 23 февраля и 8 марта. А значит, пора заняться выбором подарков для близких. В магазине «Сонлайт» вы найдете матрасы, одеяло, подушки и комплекты постельного белья. Подарите своим родным комфортный сон и уют. Моя жизнь, мои принципы, здоровые привычки, внутренняя гармония, сбалансированное питание без лишних калорий. «Саус Веган от Здраво» для активного образа жизни без сахара. Мой выбор «Саус Веган от Здраво». Зимние вещи тоже хотят быть чистыми. Подготовьтесь к весне вместе с прачечной самообслуживанием «Биг Вош». Это современная и профессиональная стирка по доступной цене. Ждем вас по адресам Екатерины Кочкиной, 3Б и Ленина, 20. Генеральный партнер проекта – официальный магазин «Квикстеп» в Кирове. Спешите приобрести напольное покрытие по выгодным ценам в салоне «Квикстеп» по адресу Володарского, 140, телефон 460-555.